Привет, друзья! С вами Роман, эксперт и испытатель электротранспорта. Вы смотрите обзор городского электросамоката Inakim Mini 2. Проведу реальный тест-драйв, детально рассмотрю параметры и технические характеристики данной модели. Отдельная благодарность магазину EcoDrift за предоставленный электросамокат для нашего видео. Итак, электросамокат Inakim Mini 2. Поехали! Кстати, как вы считаете, электросамокаты на сегодняшний день – это полноценное транспортное средство или просто игрушка для молодежи? Напишите об этом в комментариях. Электросамокат предназначен для городского использования, имеет интересный дизайн и выпускается в двух цветовых решениях – белом и черном. Основные элементы корпуса выполнены из алюминия, который применяется в авиастроении. За счет своей компактности и легкого веса Inakim Mini 2 имеет ряд преимуществ по отношению к другим электросамокатам, представленным на российском рынке. Но давайте обо всем по порядку. Основная кнопка включения питания Inakim Mini 2 расположена с правой стороны деки, ближе к заднему колесу. Здесь же находится порт зарядки, защищенный специальной заглушкой. На руле самоката находятся две клавиши, кнопка и индикатор режима батареи. Правая клавиша отвечает за газ, левая отвечает за рекуперативный тормоз. Единоразовое нажатие на кнопку по центру руля включает возможность поездки при помощи электродвигателя. Длительное удержание кнопки переключает скоростные режимы. Зеленая индикация – экономный режим. Синяя индикация – максимальная скорость. Двойной клик отключает возможность поездки в режиме использования мотор-колеса. В случае, если вы не испытываете необходимости в электромоторе, то Inakim Mini 2 вполне можно использовать как обычный самокат в режиме шлеп нога. И это, пожалуй, главное преимущество среди других моделей на рынке. Посадка транспортного средства довольно низкая, что очень удобно для райдера. Плюс у данной модели довольно хороший накат по ровной поверхности. Бонусом для владельца с внутренней стороны руля имеется USB-разъем, который можно использовать для подключения LED-фары или подзарядки гаджетов. Кстати, о световых приборов. Здесь они отсутствуют полностью, так что USB-разъем очень актуален. Для начала движения электросамоката необходимо оттолкнуться ногой и нажать на клавишу акселератора. С места самокат не поедет. Это сделано ради вашей безопасности и безопасности окружающих. Тормозная система двойная, рекуперативная двигателем при помощи рычага с левой стороны руля. И классический тормоз с задним крылом на случай экстренной остановки. Рулевая колонка имеет возможность регулировки по высоте с хорошим запасом. То есть самокат предназначен для разных возрастных категорий с ростом от 90 до 195 сантиметров. В основании рулевой колонки есть складной механизм и в сложенном положении и на Ким Мини 2 занимает совсем немного места. Для еще большей компактности можно открутить и грипсы, если в этом появится необходимость. Габариты самоката в сложенном положении. Длина 86 сантиметров, ширина 19 сантиметров, высота 31 сантиметр. В разложенном положении. Минимальная высота 85 сантиметров, максимальная высота 108 сантиметров, Ширина – 38,5 см. Длина – 95,5 см. Полезная длина деки – 55,5 см. Общая длина деки – 63,5 см. И ширина деки – 15 см. Минимальный клиренс электросамоката у заднего колеса составляет 5 см. А вот еще одно преимущество Inakim Mini 2 по сравнению со своими электрособратьями. За счет дополнительных колесиков в передней части деки владелец может использовать его как чемодан во время транспортировки. Колесики можно снять, открутив фиксирующие винты. Далее нажимаем на специальные вставки по бокам деки и снимаем дополнительные шасси. Что касается комфорта поездки в городских условиях, здесь полный порядок. Оба колеса по 6 дюймов. Передняя накачиваемая и его пневматики вполне хватает для сглаживания неровностей на дороге. А задняя цельно-резиновая с амортизационной системой маятникового типа. Так что в пятке ничего не бьет и спокойно можно кататься даже по плитке. Перейдем к техническим характеристикам. Inakim Mini 2 имеет задний привод. Мощность мотор-колеса по заявлению производителя составляет 250 ватт и позволяет разгонять электросамокат до 25 километров в час. Проверим это заявление во время тест-драйва. Так, ребят, ну вот мне удалось разогнаться до 27 километров в час, 27,7. Почти 28 км в час. При условии, что я прям хулиган-хулиган. Дело в том, что электросамокат предназначен под максимальную нагрузку 95 килограмм, а во мне 97 с одеждой. Плюс еще килограмма 3, наверное, весит рюкзак с оборудованием. Так что сотка, да, учитываем. Почти 28 км в час. Очень круто. Я сейчас еще разок замерю. Посмотрим, что получится. 29,2 км в час. Ну, 29 км в час. Хорошо, округлим. Сейчас еще раз разгонюсь. Третий раз последний. Первый раз был 27,7. Сейчас 29,2. И еще раз сейчас разгонюсь на максимум, а потом уже будем тестировать дальность поездки. Так, замерим сейчас скорость в эко-режиме, зеленые индикации. Посмотрим, что получится. Это тоже интересно. Потом протестировать по запасу хода именно в эконом-режиме. Хотя бы потому, что у меня вес и так уже превышает реально допустимую нагрузку на данный электросамокат. Так хотя бы понять приблизительные показатели, действительно он сможет проехать заявленные производителем расстояния или нет. 19 км в час по прямой дороге. Вот я ехал по набережной. Сейчас покажу. Набережная Москва-реки. Рядом с Казанопреченским парком. 19 км в час он развивает на эко-режиме. Обалдеть, ребята. Ладно, переключаемся. Посмотрим, на что он способен в спорт-режиме. На второй скорости своей. Она же последняя максимальная. Вот, я уже успел зафиксировать два параметра скоростных режимов. 27,7 и 29,2 на данном электросамокате. 29,2 это с небольшой горочки я ехал. 27,7 это по прямой. Смотрим дальше. Логично, что замер я произвожу при условии полностью почти заряженной батареи. Именно так замеряется максимальная скорость электротранспорта. Ну что, я думаю, можно останавливаться и посмотреть. Итак, останавливаем. История. 28 км в час. Друзья, это очень круто. Для такого электросамоката с его мощностью мотор-колеса. 28 км в час с нагрузкой моего веса. Почти 100 кг. Это очень круто. Это реально очень круто. Может быть, он и проедет даже заявленные его 27 км в дальности поездки. Как утверждает производитель. Ну, посмотрим. Значит, переключу я его сейчас в эко-режим. То есть, на зеленую индикацию. Напоминаю, что при зеленой индикации он выдавал скорость почти 19 км в час с моим весом. На полностью заряженной батарее. Значит, сейчас поедем замерять дальность поездки. Я уже на данный момент проехал, сейчас скажу, 2 км, грубо говоря. То есть, вот поездки мои и скоростные режимы, которые он смог развить. Значит, вот у нас 334 метра 27 км в час. Почти 500 метров 29 км в час. Это небольшая горка была, напоминаю. 19,4 км в час. 440 метров расстояние. Это в эко-режиме по прямой. И 28 км в час по прямой в спорт-режиме почти 712 метров. И 28 км в час по прямой в спорт-режиме 712 метров. Ну, будем считать, 2 км пути он уже проехал. Что ж, поеду его выкатывать. Посмотрим, проедет ли он свои 27. GPS убираю в карман. Потом покажу, что у нас получится именно по GPS. Потому что здесь нет никаких одометров, никаких дополнительных показателей. Будем ориентироваться на GPS. В деке электросамоката находится 36-вольтовый литий-ионный аккумулятор на 7,8 Ач. И, по заявлению производителя, позволяет проезжать до 27 км на одном полном заряде. И если это действительно так, то здесь можно поставить еще один жирный плюс. Так как Инноким Мини 2 по весу не превышает 10,5 кг. И в данной весовой категории не имеет равных по запасу хода на российском рынке на момент съемки видеообзора. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Заметил, прям буквально промигало последнее деление, наверное, ну раз 30-40 может прям. Она мигала, 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 мигала. Думаю, ну сейчас может дотяну. Осталось-то немного там до Белого дома и я дома. Ха-ха, можно сказать. А тут нет. Все, он вырубился. Сейчас посмотрим, что у нас получилось по GPS. Итак, расстояние 18 километров пробега. Максимальная скорость 20 километров в час. Значит, прибавляем сюда вот эти вот 700, 440, да, 430, 500 почти. Ну, в общем, 20 километров при условии, что я ехал в эко-режиме. 20 километров электросамокат. И на Ким Мини-2 способен проехать с весом, с нагрузкой сверху почти 100 килограмм. Ну, если бы на самом деле вес у меня был 70, да, возможно, я бы проехал где-то 25 километров. Ну, может быть, с натяжкой 27. Так что, в принципе, как заявляет производитель, дальность хода у данного электросамоката до 27 километров. Ну, наверное, да. Думаю, да. Думаю, что это реально. Если уж он с моей соткой проехал, 20-ку. Ну, в общем-то, нормально. При условии еще, ребят, делайте скидку на улице. Температура в данный момент всего 8 градусов. Идеальные условия для поездки на расстоянии до 27 километров на данном электросамокате я сейчас выведу на экран. Это вес райдера до 70 килограмм. Температура на улице плюс 25 градусов Цельсия и выше. Ровное дорожное полотно и скорость эко-режим. Время зарядки тоже заслуживает отдельного внимания, так как не превышает 4 часов от обычной розетки на 220 вольт. В комплектацию электросамоката входит 2-комперное бесшумное зарядное устройство, набор ключей Multi-Tool, компактный насос для подкачки переднего колеса и специальный ключ для устранения люфта рулевой стойки в случае его появления. Таблицу технических характеристик и цену электросамоката на момент видеосъемки вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Подводя итоги, необходимо отметить, что электросамокат Inakim Mini 2 является довольно компактным и мобильным транспортным средством премиум класса для поездок в городских условиях. Продуманный и удобный конструктив в сочетании с эргономичным дизайном отлично подчеркивает статус своего владельца. Узнать актуальную цену на момент просмотра данного видео вы можете на официальной странице магазина, пройдя по ссылке в описании к этому ролику. С вами был Роман, эксперт и испытатель электротранспорта. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Впереди еще очень много интересного. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова